...на Бурскую Булгарию и на Абрана Каримулина. Олегович, читаете товарища Абрана Каримулина? Все у него разъяснено. Я из командировки приезжаю, и жена говорит, тебе из Запорожья звонил человек несколько раз. Кто звонил, он звонил, что много звонков. Потом, значит, что-то ему надо было. Он звонит еще раз. Я подхожу уже дома, находился, подхожу, да, слушаю вас. Он говорит, я вас ненавижу. Я подумал, думаю, ну если ты пять раз звонил, чтобы сказать, что ты не видишь, что же за причина. Оказывается, в чем дело, он по-хорошему ненавидел. Он лингвист. И они занимались творчеством Дараса Шевченко. И вот через компьютер прогнали, значит, язык. Все слова, которые пользовался Дараса Шевченко, это в основе все тюркские слова. То есть он говорит, вот основу, где украинского языка. Я понял только из ваших работ. Кобзарь. То есть Кобзарь, который оказался, значит, тюрком. И вот это они сами нашли, сами придумали. И вот эта уже ненависть его, она объяснялась тем, что все, что он раньше знал, пришлось перелабачивать, мог все перестраиваться. Вы упомянули, что полно-полнительское поле написано на одном докторе. Я в подтверждение, как я скажу, что она не читается. Но, как я понимаю, такая приятная. И вопрос, правда. Вот тюркская культура была обширной, на Большом моряле абсолютно. Но как случилось так, что она куда-то растворилась, или как-то заменилась чем-то другим? И вы упомянули еще ижиитов, каких-то вот ради чего и почему вот... Дело в том, что здесь очень важно понять, тюркская культура не исчезла, она легла в основу других культур. Европейская культура, западноевропейская культура, например, это готика, готическая архитектура, она пришла в тюрьму. Это духовная культура, которая тоже сопровождалась происшествием. То есть, понимаете, культура, она не исчезает, она переходит из одного состояния в другое. от одного народа к другому. И, в общем-то, у меня нет, например, никаких обид в отношении русских, или в отношении англичан, или в отношении французов, что они пользуются нашими плодами. Но это говорит о качестве тюркской культуры, о качестве веры, которая нашла свое применение, свое развитие. То есть, она не исчезла. И это самое главное надо понимать, что она продолжает развиваться в других формах. материнский материнский материнский. А почему? Сандарат, что вам говорили, если только фатуса, противостоять такой точке культуры. Если я у вас взял деньги, я вам должен отдать в долг, я не буду отдавать, я вас буду чернить, чтобы ненавидеть, чтобы как-то вас уничтожить, чтобы присвоить себе этот долг. Понимаете, это психология человека. Я просто хотел задать вот такой вопрос. О смысле вот всех этих исследований. Мы сегодня, в общем-то, в неспокойном мире живем, когда, значит, вот у нас тоже страна вся преобразуется. Идут нападки на мусульман, на тюрков, века, глобализация. И какие выводы вот из этой книги следуют? В первую очередь, мы должны узнать свои возможности. Узнать за них себя. То есть это просвещаться, но просвещаться, что деятельность должна быть, а получить особое применение. Чтобы школьники росли, он и чувствовал себя, этот маленький человечек, что он часть страны, часть культуры. Вот в этом отношении я никогда не забуду. Когда я был в Казахстане, в Алма-Ате, в аэропорту, там, до этого у меня были выступления на телевидении, там встречи с людьми, и в аэропорту подходит девочка, казашка, ну, лет, наверное, 10-12, или больше. Она спрашивает, кто говорит, тот ты, Аджи? Я говорю, да. Она говорит, я гордусь теперь, что я казашка. Понимаете, ребенок вырос, он с чувством, очень послушал выступление, и понял, что он казах. Это не обеднительно, не оскорбительно, что она гордится теперь, что она казашка. Понимаете, это... Дороговство. Дороговство, что ведь тоже каждый из нас не представляет до конца себе, что он, частью чего он является, что это за наши предки были, что они сделали, что они внесли. И вот, когда мы начнем себя уважать, когда мы начнем к себе относиться достойно предков, то другие люди будут тоже относиться так же, к тому, что они поймут, что у нас история, у нас традиция, у нас культура. Так, вопрос. Можно? Одну секунду я хочу сказать. Значит, дело в том, что у нас сидит еще закомплексованность, как мы можем сохранить культуру тюркскую, сохранить, если мы ничего не знаем, и никто нам не дает возможности это знать, и мы сейчас теряем татарский или казахский, или какой-то все тюркский, но название нам присвоили татары, хотя вот мы тюрки должны были быть. Мы не знаем, главное, своего языка. И нет у нас ни школ, ни стремления теперь даже, даже нет стремления знать свой язык, а без культуры, без языка. Здесь проблема очень большая. Вот, как мы будем сохранить? Мы продолжили тюрков. Ну, пожалуйста, путь татарла, мусульманар. Но три вещи, о которых многие ученые говорят, три вещи. Биль, тель, одяд. Вот три вещи, которые мы теряем. Наши поколения. Это же продолжение. Было на Алтае. То есть это центральная Азия. Это район Южной Сибири, Северная Монголия и Северный Китай. То есть вот здесь, почему именно эта территория? Это территория с уникальным совершенно климатом. То есть уникальное сочетание природных ресурсов там было. Там, например, ну вот если взять на Алтае Тибетское озеро, оно замерзает наполовину только. То есть там благоприятность, с одной стороны климат суровый, с другой стороны климат мягкий. И вот за счет этого, например, в Минусинской Микловине, там вырастают самые лучшие арбузы, самые лучшие помидоры. То есть это виноград. То есть в условиях Сибири. Понимаете, там просто сочетание природных условий дало возможность для базы сельскохозяйственной. И самое главное, сочетание природных ресурсов. То есть там практически месторождение железной руды было в очень богатом процентном содержании. То есть 97%. То есть чистая железа. И они это железо и стали использовать в хозяйстве. И за счет этого они получили железное орудие труда, которое производительнее в десятки раз, чем медное, чем бронзовое изделие, чем пользовался остальной мер. И вот это вот сочетание природных резокомпонентов дало уникальное хозяйство, уникальное явление тюркской культуры. И вот я об этом как раз и начинаю книгу. Что такое тюркская культура. Вот из этих самых составляющих. То есть культура имеет свой внешний вид, свое предназначение. И вот это государство в Центральной Азии, Центрально-Азиатской, оно естественно не имело названия государство. Оно не имело названия своих, потому что не было границ. Это была территория, которая... Тогда еще не было государства, кто-то говорит. И вот тогда, значит, там зародилась идея Тенгри, зародилась идея Алтая, как древнего Алтая, как колыбель и тюркской культуры. И вот этим объясняется тот факт, что слово древний Алтай, оно подразумевает вот эту территорию, тарял. И железо, оно подразумевает сразу обращение к небу. Потому что тогда человек о железе знал только по метеоритам. Метеориты падали с неба, и, соответственно, у людей сложилось представление, что это Бог Небесный дает, посылает металл для хозяйства, для нужды человека. То есть вот эта вот защита Всевышнего, она получала материальную основу свою. И дальше уже начиналось развитие культуры, когда конкретно были материалы, то есть было железо. И вот это вот на основе железа, на основе духовной культуры веры в Единобожие и стало называться вот этой культурой тюркской. У меня вопрос некий, несколько экономический. Каким образом происходило продвижение тюркской культуры? Вот в ваших работах описывается, что в Европе, даже в Англии, в Ветикане. То есть каким образом происходило распространение тюркской культуры? Кто является носителем? То есть либо торговля? Носителем являются тюрки. Происходило распространение, тоже мы об этом пишем в книге, и об этом достаточно подробно рассказывается, что приглашали тюркских царей, тюркских правителей до другие страны с тем, чтобы получить вот эти знания, получить эти обычаи. То есть практически шло безоружное покорение, покорение словом. И вот это показательно то, что как раз в то время появился обновленный зороастризм. Это в Средней Азии и на Среднем Востоке. Это в Индии появились религические религии, которые тоже связаны с Тенгри. И в Израиле появилось, например, на Ближнем Востоке, но обновленный иудаизм, который тоже, в общем-то, заимствован был. Вот это все, понимаете, очень важно понять, что шло стремление человечества к лучшему. То есть люди сами находили это лучшее и сами стремились к нему. Вот таким образом растекалась эта культура. А потом, вот когда мы говорим о представлении, о великом переселении народов, это не значит, что там все собрали свои монархи в Котонке и пошли. Я, вообще, когда посчитал, от Алтая до Европы, до Дона, если точнее говорить, прошли за 240 лет вот этот путь. 240 лет шло развитие. То есть это было постепенно, шаг за шагом, развивались, развивались и доходили до определенных границ. Для того, чтобы пойти в степь, надо обладать высоким и реальной культурой, надо обладать искусственным управлением коня, надо иметь оружие, надо иметь большие возможности. И идти за бой в степь, неизвестный пространца, невозможно. И то, что за 240 лет прошли, они не шли в Дикое поле. Там уже жили тюрки. Они были менее организованы. На другой стороне, это потомки Тургонов и, значит, Скиф, и, значит, Тургонов и, значит, Скиф, и, значит, Тургонов, и так далее. Значит, они шли по родственным землям. Мы тюрки жили, везде пишут об этом. То есть, до нашей эры, наша культура прослеживается. И они с трудом шли, они внесли слово «Энгрии», понимаете? И это способствует объединению, и благодаря этому они дошли к Дунае. Но они шли не по чужим темам. Никто вас не пропустит. Это будут сплошные войны. А войн же не будет. Они мирно шли постепенно по Западу. И тут еще одна деталь, дополняющая, что тогда отличалось как? Если веришь в Бога, то свой. То есть, вот это характерно было. Если веришь, то есть, вот одно условие было. У того же союза, завоевания, или, как мы говорим, или как бы стремление, движение, веришь в Бога, свой. То есть, люди чувствовали вот эту вот духовность, духовную близость, духовное раствор. Оно двигало эту гулахину. Еще я хотел дополнить. Значит, в связи с этим эпохой великой переселения народов, которые сгиблили в море культуры, целые континенты перешли на Запад, возникает могучая фигура отец. Кто такой отец? О нем школьных училок нет? Не знаю. Церевно школьники Хрущева не знают. А тем не проходят. А это основатель, знаменитый империй технических народов. От великой Китайской стены до, так сказать, до Даная, до владения Римской империи. Вот была громадный государство. Отсюда наше просторе, понимаете? Он объединил потом разные государства. Великая Булгария, Золотая Орда, Первые, Вторые, Тюркские колонаты. Но это была знаменитая государство. Империя Тюркс. Они мало кто знает, мало что пишут. В прошлый раз здесь была встреча, я назвал про себя ее, вот так, не помню, встреча титанов. Но действительно, Магадес Кандерс Анджи, Ахтанзиан профессор известный, и Тюркс. И мне подумалось о том, что Атила незаметно перешел цель вепос германских народов. Волгалы, Кольцов Небегунгов, понимаете? Эта вещь. Думаю, почему им троим лишит этот вопрос? Тем более, Ахтанзиан германист. Понимаете? Но объединить это усилие. И принять, и поднять эту фигуру Атила. Он заложил фундамент Российской империи, Российской государственной. И история школьных учебников должна начинать. Атила основал империю Российской империи. Русь, Россия. После этих спецназ. Русского русского не было так, как Атила. Хорошо. Мы, знаете, по поводу Атилы тоже был вопрос кому-то, кстати. Слово Атила нам было известно в пятом классе училась в школе. Историю мы проходили. Слово Атила там упоминает сквозь лет пятую историю нас был Атилы. По поводу Атилы назовите себя. Ваши книги есть строчка такая, что он впервые принял Атилы при его христианство. Есть там такая? Угу. Не христианство? Не христианство? Не христианство? Не христианство? Не христианство? Он дал основу католической церкви. То есть он не христианство принял. Он разрешил Риму свою веру получить. Вот что. Не надо было принимать христианство. Потому что он сам был покорителем мира. Ему весь мир подчинялся. Зачем ему принимать что-то? Он разрешил Римскую католическую церковь. Это другое дело. Лецензию дал по словам. Лецензию дал по словам. Я опять пропускать обратить внимание на то в западных источниках говорят варбары. Варбары относятся к тюркам. Они греки еще назвали скифом, варбарами и других тюрков. Ну, однажды я читал этого Илья Гренбурга, его охотниче рассказывает он там пишет. Слово варбар это же не уничтожительное слово там тоже барбарос. То есть по-натарски барбарос это понятное слово. Значит, там это речевая барос тюрква. Барбарос. И оттуда и взяли сокращенно в барбары. Барбароса и потом в барбары. То есть, что вам обращают чисто тюркское. Вот я тут читаю барбарос. 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 Ити молодые дни. Да, походи. Походи. Барбарос. 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 он пишет вот эти барбары, по нему получаются и при Балтике, и везде были барбары, то есть это тёрки были везде, то есть это самые досидения тогда, это получается в земле первые люди. В какой книге? Самая ближайшая к нам история, где это у вас? Я должен сказать, что с самого начала я себе сделал ограничение, 19 век, потому что если бы я писал выше 19 века, в сегодняшней истории меня бы не было здесь. Я хотел бы вручить людей бумагу по случаю нашей сегодняшней встречи для библиотеки. Всё, пригодите, благодарите. Ещё хотел сказать, что вот эта книжечка, она действительно маленькая, дешёвенькая, но любопытно то, что я её несколько раз видал у людей, зачитанную до дыр. Вот тогда я впервые видел, слышал выражение, что это физическое выражение, да дыр начитываю. Спасибо огромное. На память о сегодняшней встрече. И обратно, обратно, небольшой подарок. Мы все обожаем Амар Хаяма. Там много мысли, мы развыше. Каждому полезно прочитать. Примите это слово. АПЛОДИСМЕНТЫ По словам Марине, товарищи. Марина, верный подруг Мурат Исканович, подвижность, у которого в жизни столько было его умений, было столько нападок, потому что его концепции, его позиции многими абсолютно не воспонимаются. Понимается, понимается, как нападение на русскую историю. Это не так. Наоборот, он возвышает русскую историю, рассвечивает её новыми граниями и всё расставляет по посткам. Нам не нужно ничего чужого. У нас богатейшая история, тариф. Мы должны гордиться. И спасибо Мурату Искановичу, что он из дни бытия вытащил нашу действительно богатую историю. Обращение к руководству Республики Татарстан в связи с 20-летием творческой деятельности Мурата Аджи в области истории тюркских народов. В 1992 году в Рыбинске вышла скромная, небольшого формата книга «Мы из рода Половецкого», описывающая родословную кумынков, карачаевцев, казаков, балкарцев, гагаузов, крымских татар, а также части русских и украинцев. Именно с неё начался новый, самый значительный период в творчестве Мурата Искандеровича Аджиева, изобилующий неожиданными открытиями, ломающими привычные стереотипы в тюркской истории. Тогда и родился Мурат Аджи как профессиональный писатель, свободный человек, пишет он в своей биографии. Вторая книга «Полынь Половецкого поля» имела ошеломляющий успех. До сих пор они не стихают споры и среди рядовых читателей, и в научных кругах. Произведения Мурата Аджи получили широкую известность. Они находятся в библиотеке президента Российской Федерации, в библиотеках многих университетов мира, в библиотеке Конгресса США, в британской библиотеке, в токийской, то ее бунко. За прошедшие 20-летия Мурата Аджи выпущено вместе с переработанными изданиями 18 книг на русском и английском языках, а также написано множество статей. По их сюжетам снят ряд документальных фильмов. От книги к книге автор открывает возможность по-иному взглянуть на первичные представления. Перед читателем постепенно открываются новые географические горизонты распространения турской культуры, и возникает представление о гораздо более значительном интеллектуальном вкладе тюрков в мировую цивилизацию, чем то, что трактует официальная история. Тема великого переселения народов, в слепе которого сохранились материальные и духовные жизни Индии, на Среднем и Брежнем Востоке, Северной Африке, была абсолютно неизвестна. Мурат Аджи впервые в мировой историографии показал роль и значение народов Алтая на евразийском пространстве, обогатившим мир открытиями от технологий кладки руды, широким применением железа, приручением коня до использования рунических письменностей, создания сложных литературных произведений и инженерных конструкций. Все это свидетельствует от древнейшей тюркской цивилизации. Созданная выходцами с Алтая страна Дежды Кипчат простиралась от Байкала до Атлантики. Империи Атилы платили дань Бизантии и Рим. Киевская Русь – одна из страниц истории любитой степи, и далеко не первая. Писатель возвратил нам память о Худай, о небесном боге Тенгри, духовно обледеняющем многие народы, в том числе и современной России. Мурат Аджи в своих трудах подводит нас к мысли, что мы были единым народом, у нас одна судьба и одна Родина. По существу перед нами основа национальной идеи России, заключающейся в том, что не Киевская Русь и не Московия, а Великая Степь является подлинным фундаментом как Российской империи, так и современной Российской Федерации. Сохранение государства обеспечивается тесной взаимосвязью и взаимодополнением населяющих ее народов. Значительный вклад труды Аджи вносят в самосознание татарского народа, являющегося наиболее крупным представителем тюркских народов Российской Федерации. Вместе с плеядой современных ученых, Каримулиным, Халиковым, Пахрутиновым, Закеевым, Хакимом, Исхаком, Байрамовой, Давлекшином, Яникеевым и другими авторами, автор поднимает многие страницы запрятанной истории народов, доказывая, что татары – а древнейшие жители Великой Степи, обитавшие здесь задолго до нашей эры. Вместе с тем, в работе Аджи позволяет татарскому народу наладить братские взаимоотношения со многими другими народами, как внутри страны, так и во всем мире, что может противостоять процессам глобализации, выжить, сохранить свою национальную идентичность. В связи со знаменательной датой, с учетом выдающихся заслуг перед татарским народом, в освещении общей истории тюнков, ходокайствуем перед руководством Республики Татарстан, о присвоении Мураду Искендеровичу Аджиеву почетного звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан. За основу нашего проекта. Вот и все. Все, принято. Спасибо всем. Надеюсь, у нас встреча будет не последняя. Тема необъятная. Вопросы очень острые. Поэтому на всякий политический возник и прочее надо подходить. У нас есть страна, одна Родина, мы в ней живем и никуда свалим. Это группа. Это группа. Это группа.